здравствуйте сегодня хочу поделиться с вами информацией как я вела борьбу с трипсом снимала видео 24 сентября по моему как я обнаружила трипса по каким признакам его понять что значит растение заражено терзает его это насекомое и прошло уже чуть больше месяца за это время я провела 4 обработки посмотрите как отрос листик поврежденный трипсом в серединочке у нас растет новый листочек полностью здоровые листочки отрастают хочется верить что все таки мы победили и рассказать вам о той информации которую я нашла в литературных источниках которая помогала мне в борьбе с трипсом поковырявшись немножко в интернете полистав почитав посмотрев информацию нашла статью где было подробно описано как бороться с трипсом и что для этого нужно делать и какими средствами именно в этой статье было сказано о том что нигде я больше этого не слышала борьба напрямую зависит от температурного режима который находится в помещении где стоят наши цветочки и заключается в том что чем выше температура тем чаще нужно производить обработку а именно если температура от 19 до 21 градуса то можно обрабатывать с интервалами 5-7 дней допускается если температура более 23 и выше градусов то обработки проводятся чаще а именно интервал не должен превышать 3 дней свои обработки я проводила с интервалом 4 дня орхидеки у меня находятся в помещении где температура не превышает 24 градусов и варьируется от 19 до 22 24 иногда решила не затягивать и все сделать так как именно рекомендуется значит еще нужно проводить обработку разными препаратами так как у трипса вырабатывается иммунитет так скажем к препарату и повторная обработка одним и тем же препаратом может не подействовать сейчас расскажу какие препараты я использовала и в какой дозировки листочек написано повторюсь что обработки проводились интервал в четыре дня значит первым препаратом был фитоверм 2 миллилитра на 200 миллилитров воды затем был фуфанон 2 миллилитра на полтора литра воды клещевит 1 ампула на 1 литр воды но по сути клещевит это тот же самый фитоверм и значит последняя обработка была октарой она была не только по листу но и корневую я пролила октарой и после этого стал заметен рост листочков пошли в ростик сдвинулись с места корешочки начали расти новые а также мои обработки не ограничились только этими химическими препаратами также еще я использовала липкую ленту вот она мне тут есть и подняла немножко чтобы не мешал съемки на ней видно что есть насекомые каждое мое утро начинается с того что я подхожу и начинаю считать поголовье но она пока стоит на месте что радует честно признаться не знаю как выглядит трипс и не могу сказать вот кто это комарики или какие-то мошки мушки вот плохо фокусируется тоже хотелось посмотреть в интернете но каких-то четких вразумительных картинок картинок не нашлось вот значит по поводу липкой ленты тоже рекомендуется ее использование но рекомендуют делать следующее прикреплять на цветонос кусочки липкой ленты но цветоносы у своих орхидей я все максимально обрезала чтобы обработка была эффективней чтобы нигде они не прятались цветы все равно при опрыскивании потеряли бы свой вид привлекательность значит приклеивать липкую ленту кусочки липкой ленты на цветонос и значит на нее же прикреплять какие-то кусочки желтой или цветной бумаги ну в общем или какие-то горошинки бисеринки желтого цвета так как считается что трипс очень любит желтый цвет это цвет цветка его приманивает и первым делом он значит спешит туда на желтый цвет но на цветонос я как-то не стала наклеивать липкую ленту я ее повесил вот на окне у меня есть несколько штук здесь на полочке тоже взяла липкую ленту вот такая вот мухолов капля так капля капкан липкая лента с добавлением меда вот считаю что она неплохо сработала но еще раз повторюсь не знаю трипс ли это но тем не менее все таки кто-то на нее летит и попадается также еще я использовала такое устройство как фумитокс фумигатор то тоже скажу что включила его стоит он у меня здесь же на верхней полочке там розеточка и честно говоря забыла два дня полностью двое суток он у меня был включенной после чего убираюсь на полке перед очередной обработкой убиралась до влажной тряпочкой со средством было обнаружено много дохленьких этих насекомых вот так что на сегодняшний день хотелось бы верить что все у нас хорошо все у нас успешно вот еще одна орхидейка которую я показывала которая была повреждена на которой были эти пупыри вот так все это стало выглядеть также пошло здоровое продолжение листочка вот он как отрос листочки я еще не обмывала от средства так как у октары действия октары до 20 дней так что на всякий случай еще я не делала душа к своим орхидейкам если для кого-то была моя информация полезной ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи всего доброго а